МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навиэнергия» на студии Олены Мелещанкова. Вітаю вас сегодня в выпуске. Шмат поверховый дом по замове китайского боку открыли областным центры. Развивать техничные, авиационные, военно-прикладные виды спорту. Выхованцы городского ДТСААФ теперь занимаются у новым сучасным будинку. Где будут працевать электробусы и кто будет ими керовать? Больше подробно у нашим выпуску. Президент краины подписал указ об занесении на республиканскую дошку гонора-пераморцев за досягнение левших покажиков в своей сфере деяности в 2016-м. Среди установки культуры визначен Могилевский областный методичный центр народной творчести и культурно-осветницкой работы. На речи гэта установа яснуя маль восемь десятков год. И за названный час его пять разов заносили на областную дошку гонору. У областным центра официально открыли шмат поверховый дом, який будывали могилевчане по замове китайского боку. Социальное жилье возводили за гроши Китая. Будовля вялась и ответ на погаднению у рады у двоих держав. Яну продуглеживает техника экономичную допамогу китайского боку. Гэта – незворотные гроши. Вядя нагляд за работами по будовництві и накеровывая финансовання китайская энергобудовницшая корпорация. У Беларуси они працуются больше за шесть годов. Будовали Минскую ЦС-5 электростанцию у Нова-Лукомле. Сегодня с их финансовой допамогой в области зданы три социальных дамы. В Бабруйске, Осиповичах и Гэты в Могилеве. Целый пакет перспективных пропанов презентует китайским партнерам Могилевский бок. Региональная беларуско-китайская бизнес-сустреча запланована в межах 9-го международного инвестиционного форума «Млин поспеху». У приватности, как означают у Абл-Ваканками, провинция Хунанья пошним часом активно супрацовничает с Могилевщиной. Во-первых, мы будем предлагать вхождение китайских инвесторов в существующее предприятие, то есть предлагать пакеты акций. Кроме того, мы будем предлагать китайским инвесторам реализовывать инвестиционные проекты «Гринфилд», то есть в чистом поле, как в свободной экономической зоне, так и в рамках действия указа по развитию юго-восточного региона Могилевской области. Ну и кроме того, мы надеемся привлечь китайских бизнесменов в сфере туризма. Организаторы 9-го международного инвестиционного форума нададут увагу инновациям у вытворчасти. В своей навыковой распроцовке представить 25 предпринимствов и установ Беларуси. Як означают у Комитете экономики, проекты целком готовы и чекают своего инвестора. Притягивать замежный капитал плануют так само у сферы туризму и культуры. Прыкладом может стать селетняя пляцовка «Млин поспеху» Бабруйс – культурная столица Беларуси зея богатой спадшиной и традициями. Инвестфорум распочне свою работу 30-го червеня. Усяго тут будет працовать 4 секции. Традиционно одна из них присвечена махчимостям свободной экономической зоны Могилёв и ее резидентов. Электробусы, которые передаст китайский город Джуджоу, Могилёву в подаронах до 750-ти год, где будет обслуговать Могилёвский филиал Абалаута Трансу. Троллейбусный парк номер один. Про это говорит директор предпринимства Сергей Монастеренко. Когда эти транспортные сродки прибудут в Могилёв, им предстоит пройти обкатку. На каким маршруте и кто будет эмикировать, поколь выращается. Теперь идёт отбор срод-водителей в парку, которые могут обслуговать электробусы. Таким чином, в Могилёвском троллейбусном парке теперь будет 138 одинок техники. Что дня на Могилёвские маршруты выходят 90 троллейбусов, а что год они перевозят около 35 миллионов пассажиров. Их безопасность и отсутствие аварийности – главная задача транспортника, утверждает Сергей Монастеренко. До речи, за поспеховую працу он назван лауреатом спецпремии досягнение Могилёвского гарвы Канкама. 21 год Сергей Монастеренко означаливает троллейбусный парк. До речи, первой премии досягнение он был угонорован в 2005 году. Два чалавеки потанули на водоемах в области за минулые сутки. У Учауским районе купание у озера завершилось трагедой для мясцового жахара. Ему было 29 годов. Поскольку специалисты купался мужчина у неабсталеванным для этого места. Яшед на трагедой на воде отбылась в Бабруйску. У озера недалеко от улицы Высокогорной знашли тело жанчины. Гэтую Бабруйчанку маль сутки шукали, как сникло без весток. Правооховники проводят проверки по факте двух трагедой. Меж тем вратовальники попереживают, прогнозуется резкое повышение температуры поветра. Ирают обовязково выконывать правила поводин на воде. Как не повторился май 2010-го, когда из-за резкого потепления все массово пошли до речек и озер. Тогда за тыдень на водоемах в области потанули 16 человек. Дальнейших падей. 21 коллектива маль паут тысячи человек берут удел у конкурсной программе 22-го международного фестиваля духовной музыки «Могутный Божий». Катедральный костюм небоузятия Святой Девы Марии и головная пляцовка прослухованию. С программами выступают смешанные хоры и невеликие ансамбли. У конкурсной программе фестивалю «Могутный Божий» творы и опрацовки айчинных и замежных композиторов выконывают как профессионалы, так и аматоры. Я считаю, что это единение. Единение профессионализма, потому что даже любительские хоры, они имеют возможность роста на этом замечательном конкурсе и в этом замечательном храме. Ваш храм, можно с чувством некой холи бы вам сказать, что один из лучших мест, где нам доводилось петь, большое удовольствие получаешь во время самого исполнения произведений. Ну, при том, если есть надежда на то, что мы какое-нибудь место на конкурсе займем, то вдвойне будет приятно. Музыкальность исполнения, духовность мне очень важно. Вот это понятие слова, понимаете, духовность. Вот для меня это самое главное, когда идут мороз по коже, мурашки. Для белорусской хоровой школы фестиваль духовной музыки «Могутный Божий» особливо каштоунный, перш за усе тем, что тут протягиваются традиции. Праз некальки год до дырыжорского пульта выходят те, кто неколе пераймал мастерство у складе харыстов. Наприклад, керауника маторского хору «Светач» Андрей Кунцевич – один звучный, у значной фигуры айчинной хоровой школы Виктора Роуды. Все по-своему, но в одном ритмическом рисунке чувствуют духовность, которая веет от этого фестиваля. Поэтому то, что фестиваль существует уже 22-й, и дай Бог, чтобы еще столько же и много раз, по столько было, чтобы люди чувствовали, что можно не просто телевизор посмотреть, а что можно прикоснуться к этому духовному порыву, который несет этот фестиваль. Дарыч у знагороджения переможцев и удельников международного конкурса хоровых и вокальных коллективов «Магутный Божа» отбудется 28-го червеня. Алена Соловьева, Дарья Семянько, Новины региона. Гэтыми днями у 1944-м годе вялась одна з буйнейших за всю историю военной операции под кодовой назвы «Баграцион». У вынику яе до конца червеня усе населенные пункты Магилешины были вызволены от немецко-фашистских захопников. У Горках с нагодой дня вызволения райцентра урочисто открыли новый будинок ДТСАФ. ДТСАФ – старейшее громадское объединение Беларуси, якое у тем лику займается и патриотичным выхованием. Нездарма, минавито до дня вызволения горок, примирковали открытие нового будинка структуры. Надеемся, что эта организация будет еще долгие годы жить, так как в Горках существует горецкая организация с февраля 49-го года. Решили один вопрос двух структур. Мы с своей стороны нашли хорошего хозяина на неиспользуемое здание, а ДТСАФ приобрели хорошее помещение для того, чтобы открыть свою организационную структуру. До свято городскому ДТСАФ подарили новую машину для курсантов автошколы. Есть сподевания, теперь тут активно будут развиваться так само техничные, авиационные, военно-прикладные виды спорту. Специалисты областной структуры продемонстровали махчимости. Правительство нам утвердило государственную программу развития ДТСАФ. И эту государственную программу развития ДТСАФ мы выполняем. То есть, эта программа у нас нацелена на спорт. Закупаем мотоциклы, карты, ремонтируем самолеты, вертолеты, парашюты. Ну, в общем, короче, все, что касается 22 технических видов спорта. У городского ДТСАФ у разных секциях займается около 300 выхованцев. Теперь явилась добрая уластная база для проведения споборництва. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона. Наши новины можно поглядеть на сайте ТЕОРМОГИЛЬОВ КРОПКА БАЙ. Доброго вам настрою и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин